Закажите кредитную карту Альфа-Банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Благодарю вас на канале Семен и Чемоданах. С вами я, Славян. Ребята, сегодня я вас приглашаю в новый интереснейший выпуск. И покажу вам, как мы живем, как мы выживаем в условиях палаточной жизни. Ведь прям вот жизни в палатке у нас не было давно. Сегодня предлагаю вам провести некоторое время вместе с нами и посмотреть, как все это устроено. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали в новый выпуск. Вон Мирошка вам показывает банку с порошком, потому что у нас сегодня день стирки. Мы буквально несколько дней здесь в кемпинге и все, видите, у нас сколько всего накопилось. Поэтому мы сейчас отправляемся стирать. Я как-то говорил, что здесь, видите, такая сушилка классная, потому что она находится в такой зоне, где всегда светит солнце. Круглый день белье, естественно, когда солнышко, как сегодня, высыхает просто мгновенно. Также здесь показывал, что здесь у ребят есть прачка. Они здесь ее, так сказать, автоматизировали через аппараты. Закидываешь здесь жетончики. Ну, естественно, предварительно жетончики берешь у ребят, закидываешь. Так, и надо сейчас как-то будет нам разобраться. Большие, да, барабаны? Не большие. Шесть килограмм, что-то вот. Серьезно? Да, вот. Шесть килограмм можно грузить. Шикарно здесь же раковина. Вот, да, такой микро небольшой обзорчик. Мы сейчас будем разбираться, как это работает. Ну, естественно, главный помощник Мирошка. Сейчас все будет здесь организовывать. Смысл этой автоматизации следующий, что кидаешь, получается, один жетончик и можешь стирать 30 минут. Если нужно больше, там, кипятить, еще что-то, то, соответственно, закидываешь 5 жетонов. А ты выбираешь какую температуру, наверное, вот так? Ну, наверное. И все? Или как она автоматизируется? Подождите. О, закрыло. Все. А, нет, тысяча. Тысяча ты включила. Ну, все, отлично, разобрались. Так, следующую запускаем. Баум. Вот, видите, у вас чик. 45 минут. Время пошло, кстати. Представляешь, смотри. Тебе надо побыстрее двигаться. А, кстати, прикольно. Пока ты тупишь, время идешь. Так что, тупить не надо, ребят, тупить это плохо. Здесь в кемпинге есть вот такие вот, смотрите, педальные картинги, представляете? Мирошке так зашла эта тачка. Вон их видите, две штуки. На одну я привязал веревку и теперь его катаю. Да, Мироша? Антоха проснулся, сразу порезал арбуз. Да, вчера... Чего, Слава не выдержал без камеры? Да, вчера мы не доехали до рынка, он был в Кемере, но ребята наши соседи ездили, поэтому нам привезли два арбуза, чтоб мы не скучали. Что? Летний. Летний. Как мы не голодали. Вот сижу и думаю, наверное, нам для нашей большой семьи нужен вот такой ольковник, да? Это ольковник? Полуинтеграл! Полуинтеграл! Это полуинтеграл? Ну-ка, расскажи отличия. Ольковный автодом с наростом над кабиной? Вот, нарост. Нет. Где спать можно? А там спать нельзя вы в нем? Нет. Там спускная кровать опускается. А, вот у них, да? Как у тебя? Нет, у меня интеграл, полностью интегрирован. Полуинтегрир! Блин, ну шикарный. Смотри, какой бокс, да, еще сзади. Это люди из... Я же говорю, флаг у них был. Ну, в Украине. Вот так вот. Англичане? Англичане, да. А у них правый руль, да, сейчас тоже был? Да. О-о-о! Вот на правом руле в то дом вижу первый раз. Вчера здесь стоял, это был... Как он? Тоже англичанин. Ну да, англичанин, но у них был Volkswagen Crafter в новом кузове. Переделанный. Переделанный, да. Ну, типа а-ля самоделка. А это вот заводской и на правом руле. У нас, пока я стал работал, достиралась белишка. И вот Настенка здесь уже во всю Ивановскую развешивает, да? Все это дело очень быстро высохнет. Что ты говоришь, веревки? Ну да, у нас семья большая, мы занимаем абсолютно все. Правильно? Это еще одна. А, сейчас еще вторую надо принести, ну нормально. Я Артема отпущу с ребятами на море. Пока Софика учится, какой у тебя предмет? Немецкий. И вот так вот наши все дети учатся вот так вот. Мирошка сжал у папки компьютер ее по красоте и смотрит мультики и не дает мне теперь работать. Да, Мироша? Да, Мироша? Ой! Где? Это вам! Это так приятно, что это же Юлия. Это дерево жизни. Это так мило, спасибо! Повешаете у себя в кемпинге? В офисе, исключительно в офисе. Самое видное красивое место. попозже слова придется снимет да обязательно когда я повешу спасибо пока весь кемпинг трудится ребятки отдыхают артемка сегодня ушел на море ну естественно его отпустили вместе с нашими соседями они же наши давние зрители вот отпустили но время уже обеет поэтому думаю что нужно срочно забирать оттуда ну и заодно самому искупаться на море здесь конечно ходить ну по крайней мере сейчас еще одно удовольствие сделать эти олеандры белые розовые прям красота по вечерам есть футбик играют людей нет походу же все ушли домой в отеле а наши все купается ладно сейчас темку найдем окунаемся и возвращаемся обстановка на пляже вот такая игры все уже разошлись только вопрос где наш а вот вот пузатого человека вижу значит где-то здесь темка где-то тут ночеваем у вас нашли тема все фрукты сел чем тем как тебе с родителей отдыхать круто ничего ты себя попутал что это все нормально делался хорошо все съел фруктова еще съел красава все а теперь идем домой море кстати очень очень теплая он даже не освежает потому что вот прям парное молоко на обед у нас супец но вот увидите начали стали точнее готовить суп на два дня чтобы на второй день вообще не заморачиваться с готовкой это прям очень важно пока стоишь на одном месте на два дня приготовил и время на это не трачь 8 вот на 4 года назад вы молодцы на девятом месяце поехать в такую дальнюю дорогу это конечно поступок на десятом планируете вернуться ты прошел курсы трое детей участвовал двоих так что все на опыте отлично ребята уезжают поэтому мы делаем последнее селфи так мы уже вычислили что 10 месяц беременности дай да я без футболки а тут родик тоже без футболки толпа меняет локацию одной мало все для твоих этих обложек на видео не у меня таких нету мы устали так убираться потому что антох очень много есть и все как-то летит мимо рта поэтому антох вон смотри там косточка от абрикоса еще вот с этой стороны все прекрасно вы понимаете чтобы совок замести его нужно спустить на ту вот а тут еще машешь то просто так это метро я думал вот так не так не получится это бесполезно вообще вот вот сегодня решили хоть одно общественно полезное дело снимать я снимаю по-прежнему а ты да ты молодец а у меня уже выпуск на пятницу готов в отличие от некоторых вот так вот ребята уехали они на самом деле здесь жили на самом козырном месте почему потому что у них всегда круглосуточно здесь был тенек я сейчас не про антоху говорю про тенек все понятно ты жил в том самом не очень интересное месте где кошки писают на палатку надеюсь что за полгода она у димы выветрится наконец-то короче мы думаем переехать вы наверное думаете что переезда невозможно когда палатка только перемещение нет вот мы сейчас живем здесь у нас там еще соседи встали сегодня ночью были еще здесь соседи и в итоге мы в окружении нас единственная к очень клевый вид на гору и ну ладно я думаю что сюда здесь синёк у нас даже коврик будет смотрите перед палаткой здесь будет стол здесь у нас будет электричество антоха ты просто кинь свою палатку просто чтоб она была вот сюда да дима меня рассчитает ну ладно радуются коврику просто представляете до чего славян дожил в комментариях у нас просто нет коврика мы радуемся тени коврику столу кирпичам сначала была квартира в москве продали купили две в израиле и нам сать хватило денег продали сейчас уже и их проездили со зажим и шествие мы продали в израиле квартиры ну вроде ты же говорил ну ладно столько квартир что я уже даже не пол да и что сейчас уже дошли до палатки просто с тремя детьми какое будущее вы видите какое будущее вообще впала душ непонятно где вообще принимаем учатся на коленке гигиена у них вообще отсутствует я сегодня просто почитал комментарий все правда четко вообще там написали ладно все начинаем переезжать ну а вы конечно забывайте писать что действительно жить в палатке невозможно это все дело неправильно и это отвратительная история на самом деле поэтому путешествуйте с палаткой короче наша задача твоя задача перенести вот сюда вот эту палатку вот сюда окей я не рассказал своем выпуске что путешествие с палаткой но теперь можно твоим воспользоваться это не дешевое удовольствие чтобы закупить все эти вещи сейчас нормальные палатки от 20000 рублей стоят все оборудование это минимум выходит в 70 и используется всего сколько 15 дней в году максимум то есть вы если не активное вы это будете окупать очень долго и поэтому отели это гораздо дешевле даже все включено тут нужно еду заплатить за место просто очень много затрат и поэтому палатка это не дешево как вы пишите в комментариях под славянными видео вот так высказал спасибо не могу прям а мы сейчас переедем здесь в самом кемпинге стоит шатер очень клевой фирмы вот прям такая номер один который к сожалению в россии теперь ее нету я хочу сейчас просто найти этот шатер покажу вам его сделаю такой быстренький обзор и покажу цену сколько это стоит адвенческая шатер шатер там неполадка шатер вот короче переезжаем закажите кредитную карту альфа банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии мы переехали прикиньте не прошло и сколько я не знаю несколько несколько минут лежак стоит палатка кошак здесь на месте водой он не он только не знаю чей просто мини это просто чей-то стол супер берем молоток и вбиваем колышки надеюсь мне получится это сделать деградация переходим уже каменному веку дети смотрите какие уже мандарины готовятся к октябрю у меня моя отдыхает в отпуске хозяин кемпинга дмитрий как только получает обратную связь от своих клиентов сразу же устраняет вот тут есть пенек который мешает ездить подъезжать и разгружаться клиентам прикиньте и дима сразу же его спиливает вот так вот вот она забота о клиентах представляете у нас дело к вечеру скоро будет потрясающий закат настенка вместе или пошли в магазин а мы остались все здесь дома сегодня бы что-нибудь приготовим снова на гриле во вчера готовили куриные крылышки но я не снимал взялся такой прям полноценный выходной от камеры вот но сегодня будем готовим будем готовить это все дело на газовом гриле будет очень вкусно сразу вам говорим сто процентов потому что вчера эти было проверено ну естественно вам покажу что получится вот так происходят наши ссоры ссоры ваши астрадами пока что насел все-таки покажу вам этот шатер как он выглядит смотрите на самом деле я думаю что многие с ним знакомы оквеша арпина с база м так он растягивается видите я не знаю сколько он устанавливается как и что но блин то ночью клево дети здесь сидели в жару он так классно продувается в нем вообще не жарко все держится на металлическом таком каркасе эти вот такими скобами пристегивается ну и собственно ну и собственно по кругу эта москитная сетка ее можно закрывать сейчас изнутри покажу материал вообще о гу-го вон видите внутрянка как сделано шикарно пол естественно тоже из такого же материала что в принципе дождя можно не бояться все-таки это дикатлоновская продукция она всегда на высоте здесь аналогичная почти панорамный вот если было панорамным было бы вообще конечно классно ну и здесь аналогично тоже открывается пойдемте внутрь зайдем я вам тоже покажу немножко эта дверь дверь 160 где-то примерно высоту потолки здесь о не остаюсь здесь есть крючочек для ночника фонарика какого-то и вот по размерам я тоже не знаю но мне кажется он примерно наверное два на два вот так вот здорово комфортно удобно здесь стать какие-то липучки это шторка вот которая поднимается то есть вот видите ее можно полностью закрыть и все и сидеть вообще без каких-либо видов даем вот на замочке все качественно клевые аккуратно супер вообще знаете я думаю что если вот например путешествуешь один либо вдвоем вообще можно палатку тоже не брать вот здесь поставил тоже есть у них же такие всякие раскладушки поставил здесь оборудовал себе кухню стол и все и путешествуешь по сути с одним шатром на минуточку на шатер это как бы ну если ты там на реке стыч не не говорю про какие-то походы в горы это другая история а именно вот так вот на речку на море вообще великолепная история как вам пишите в комментариях а возможно даже у вас есть такой шатер напишите в комментариях как он в использовании а у вас уже видите вечерняя традиционная заруба футбик под шикарный музончик классно мы если честно даже замучились их ждать какие же они медленные кто им дал вторую передачу просто жесть вы чё на задние это едете да ты сама хотел сходить а почему-то из коляски выгнала проси пожалуйста блин это замерожку тебе извини на тебе еще дверью по горбу где хейт мигра сейчас жесткий получает ты не купила мясо я купила бедро куриное лучшее чтобы такого не было мясо такой все деньги потратил насколько потратил падай ладно садись сегодня у нас кулинарном шоу слова давай покажи теперь это на камеру я аж подскочил нет и подумать что юля тут ряда я никогда не пользуюсь чеснокодавилка только вот так вот красава палец попробовать да я резал я уже привык поэтому поэтому мне давай новую смотри 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 юля мастер-класс сначала сначала давлю покажи мой здоровый наверно новому же сюда мясо показывает шок контент там мертвая пульта сначала давишь не до категор такую большую или нахер а чешу так ой 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 дети смотрят сюда вырубай мне там батарейки мало писец ребята как же я хочу вот такой вот газовый гриль себе в машину вы не представляете насколько это удобно точнее думаю что у кого такая штуковина есть вы четко понимаете о чем я говорю ладно сейчас буду сжигать 10 минут на разогрев нагоняем температурку вот это вот примерно и будем жарить перед тем как закинем мясо мы его почистим как следует деталь я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хорошая щетка, прям. Интересно, в комплекте такая идет или нет. Кстати, кому будет интересно, в то раз уж так делаем. Чеснок, соль и горчица. Мясо получается вообще нежнейшее, прям рекомендую. О, этот замечательный звук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...